Андрею только что исполнилось 13. Свой день рождения он мог отпраздновать дома, беззаботно играя в футбол вместе со сверстниками. Если бы не трагический случай, произошедший 7 августа. Тогда трое мальчиков принесли домой гранату и стали ее разбирать. Граната взорвалась, оставив детей без конечностей. Андрею и Сереже ампутировали руку и ногу. Семилетний Дима остался без пальчиков ног и рук. Это не говоря уже о многочисленных осколочных ранениях. Под стволом взорвался. Как он взорвался и где ты его взял? Ну, взял меня, мой друг. Вот, я с больницы прошел. Вот, он мне под стволом показал. Мы сели, а потом, не знаю, что случилось. Взрывы, все. Улица, на которой живут дети, самая ближайшая к посадке, за которой военный полигон, на котором беспрестанно стреляют. В этой посадке проводились регулярные учения бунских частей, подразделений. Я так понимаю, что они за собой ничего не убирали, никакой учет не велся этих боеприпасов. И эти попросту валялись там, где им хочется. И такие дети и начали, подобрали. Начали, извините, как говорится, узнавать что-то такое. Светлана и другие местные жители неоднократно обращались к районным властям непризнанной ДНР с просьбой хотя бы оградить забором посадку, ведь дети есть дети. На что им отвечали. Не бойтесь, стреляют холостыми. Проходят учения. Даже в тот день, когда случилось, там продолжали бахать, скажем так. Близкие друзья в школе Андрей и Сережа сейчас вместе и в палате. Самое трудное для детей – пережить перевязки. Их родные постоянно находятся рядом. С детьми работают психологи. Впереди еще протезирование и длительный процесс реабилитации. Екатерина Малафеева. Настоящее время. Донецк.